Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужчиной вместе год, полгода живем вместе, мы равнинки, нам по 30 лет, он разведен, а первого брака дети. У меня детей нет, замужем не было. Когда начинали встречаться, сразу обозначилось, что мне нужна семья, брак и ребенок. Он сказал, что тоже хочет создать со мной семью, но детей пока не хочет, но в будущем может быть. В итоге, через некоторое время, он сказал, что детей больше не хочет, сожить со мной хочет, в брак, вступать тоже у него нет желания. Моя ситуация складывается таким образом, что врачи из-за моих проблем пожертвы говорят, что мне нужно делать эко, как можно скорее, иначе я могу остаться без детей вообще. Когда я сказал ему об этом, он сказал, что не пойдет со мной на эко, так как ему не нужны дети, они у него уже есть. Сказал, что не будет тратить мое время и съедет с квартиры. Прошел месяц, продолжаем жить вместе, он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Передо мной стоит выбор сделать эко, либо остаться с ним, но не иметь детей. Конечно, я хотел об полноценной семье, тяжело принять решение, что ребенок не будет даже знать своего отца никогда, что сказать ребенку, где его отец. Он предложил мне заморозить яйцеклетки и сделать эко потом, когда потом и что должно произойти, он пояснить не может. Встаю на распуте, я понимаю, что не готова остаться без детей, склоняюсь к варианту эко с донором. Прошу вас, вашего совета, как поступить в такой ситуации. А какого именно совета вы хотите? Точнее, я бы даже сформулировал, наверное, немножко иначе. Совета, в каком именно ключе вы хотите. То есть, ситуация здесь действительно непростая. Это действительно по сути столкновение ваших ценностей. И эти ценности, какие-то из них ложные, какие-то из них важные, но в любом случае, вопрос ценностей, вопрос того, как поступать, пожалуй, лежит вне нашей компетенции. Потому что мы не можем давать совет. С точки зрения психологии, с точки зрения психологии, есть проблема в том, как вы устраиваете отношения с мужчиной. То есть, проблема здесь заключается в том, что эти самые отношения с мужчиной вас, судя по всему, не удовлетворяют. Они вас не устраивают и вам, ну вот, в них не комфортно. С одной стороны. С другой стороны. Начинать отношения для семьи и сразу обозначать свою цель, что вам нужна семья, брак и ребенок, ну, выглядит несколько тоже как будто бы такая постановка ориентиров. То есть, ну вот, создаете вы семью, вот создаете вы брак, вот есть у вас дети. Появляются, в смысле, дети. Но что дальше? Ведь если единственная цель, общая цель между людьми это брак, семья и ребенок, то после того, как все это получится, цели будут достигнуты и, по сути, ну, что получается? Люди, что должны делать? Люди должны расходиться. Если люди будут жить вместе, ну, как бы дальше, то совершенно очевидно, что дальнейшее совместное проживание должно на чем-то строиться. То есть, это предполагает, что люди как-то интересуются друг другом. Это предполагает, что у людей есть что-то общее. Это предполагает, что люди испытывают друг другу взаимную симпатизию, уважение, интерес. А этого всего как-то нет, если мы говорим о такой изначальной цели, как брак, семья, ребенок. Поэтому самые отношения с мужчиной вызывают несколько больше вопросов. И важно именно то, на каких основаниях мужчины вы выстраиваете эти самые отношения. Брак, семья, ребенок, хорошо, но есть еще отношения между двумя людьми. Есть еще отношения между мужчиной и женщиной, есть еще отношения между личностями, которые просто вне брака, семьи и ребенка, пожалуй, что, ну, желательно, чтобы они обладали взаимным интересом. Какой у вас взаимный интерес друг к другу? Вопрос. Какой у вас интерес к мужчине помимо брака, семьи и ребенка? И есть ли он? Вопрос. Какой у вас к себе интерес помимо брака, семьи и ребенка? Вопрос. Видите ли вы свою ценность вне брака, семьи и ребенка? Вопрос. Всё это не исключает изравнение, собственно, брака, семью и ребёнка, но выставление этого на первый план и выдача этому максимального приоритета, на мой взгляд, приводит к тому, что отношения становятся... Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, несколько специфичными, понимаете? Вот. Такая вот история. Поэтому есть такое довольно стойкое, я бы сказал, ощущение, что за счёт брака семьи и ребёнка вы пытаетесь решить какую-то свою проблему. Что это за проблема и можно ли решить её по-другому? Опять же, повторюсь, не исключая из уравнения, вот, собственно, брак семьи и ребёнка. Нужно выяснять. И с этим нужно работать. И это то, с чем вам на самом деле может помочь психолог. Именно с этим. А уже определившись со своими ценностями, определившись со своими приоритетами, определившись с тем, что вы хотите на самом деле и определившись с тем, как выстраивать отношения с мужчиной, например, да? Вот. Вы уже сможете дальше для себя определить, в каком направлении вам двигаться. Вот. Понимаете? На мой взгляд, такая постановка вопроса является, ну, что называется, наиболее корректной и наиболее гуманной по отношению к вам с точки зрения, ну, вот, психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Это очень важно, чтобы мы и, ну, и вообще, кто-либо не указывали, не указывали вам, как нужно жить. Это не та история, которую можно, ну, вот, просто спустить на тормоза. Вот. И, и, то, что вы, как бы, просите совет, по сути дела. То, что вы, как бы, по сути дела, пытаетесь найти какое-то, ну, какое-то решение. Вот. Не находите, не находите его. И спрашиваете у нас, говорит о том, что вы сами в себе человек как раз-таки не очень уверен в себе. Вот. Что вы чего-то боитесь. Потому что та ценность, я бы даже сказал, может быть, та сверх ценность, которую вы наделяете, которой вы наделяете детей и брак на семью, говорит о чем? Ну, ну, в первую очередь, говорит о том, что вы пытаетесь как-то себя, вероятно, защитить. То есть вы хотите какую-то стабильность. Вы хотите как-то себя обезопасить. И, совершенно очевидно, что вы хотите, чтобы вас кто-то определил. Ну, в частности, чтобы этот кто-то, например, был, чтобы этим кем-то был, допустим, ваш, ну, муж, да, и так далее. То есть вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. То есть очень важно, чтобы мы именно на это обратили внимание. Вопрос, для чего это все. Ну, вот. Что вы хотите ребенка, чтобы что. Вот. Что вы хотите ребенка, по моим ощущениям, для какой-то, ну, вот, в данном случае, как будто бы, галочки. Вот. И чтобы вот сказать, что вот у меня ребенок, вот у меня брак, вот у меня семья. То есть попытка, такая вот, такая попытка решить, вот, какие-то, в данном случае, получается, свои вопросы. Вот. Свои вопросы именно за счет брака семьи и ребенка. Хорошо ли это? Нет. Для отношений. Для отношений. Нехорошо. Вот. Именно поэтому у вас такие, такие вот взаимодействия с мужчиной, получается. Что слишком много здесь зависит от того, да, условно говоря, согласиться или нет, человек дать вам то, что вы хотите. Вот. Понимаете? Как бы вы от него зависите в этом смысле, как будто бы. И человек не может этого не чувствовать. То, что вы от него зависите. Вот. И, соответственно, все, это отношения уже достаточно деструктивные с точки зрения психологии, потому что в них нет самостоятельности. А когда в то же время вы как бы озвучиваете, озвучиваете свои, скажем так, ну, какие-то пожелания, да, то есть когда вы говорите о том, что вот мне нужно то-то-то, то-то, то-то, то-то. Это очень начинает походить на отношения, в принципе, по расчету. Что тоже, опять же, я думаю, не самый лучший вариант. Вот. Понимаете? Поэтому очень важно определиться с тем, чего, чего, для чего и как вы хотите. Вот. Чтобы максимально для себя увидеть вот приоритеты. Распутие – это противоречие. Понимаете? Распутие – это противоречие. Вот. Когда вы пишете, что не готовы остаться без детей, да, и, там, хотите-ка, хотите расстаться. Чем для вас дети так важны? Что это для вас? Важно понимать, что дети не решат вашу проблему, какой бы она ни была. Ну, а если вы хотите быть родителем. И тем более, если вы хотите быть родителем, ну, не одиночкой, да. То есть, вот, судя по, судя по вашему описанию, получается, что для нас важно, чтобы ребенок знал, кто его отец. Тут тоже очень, очень интересный момент. А почему и чем это важно? Вот. То есть, если вы хотите не быть родителем-одиночкой, то в таком случае важнее, откуда ребенок. Чей это ребенок? От кого это ребенок? Если бы вы сами, например, желая быть родителем, ну, хотели бы его, допустим, воспитать. Вот. Понимаете, да? Так что вот этот момент, он, на мой взгляд, на мой взгляд, этот момент очень важен. Чтобы мы как-то вот с этим всем определились. И тогда уже, отделив зерна от плевел, мы можем решить, куда двигаться дальше и какую проблему мы решаем. Вот. Сейчас вы предполагаете, что вот, значит, ну, что психологи, допустим, знают, что это лучше вас. Сейчас вы предполагаете, что психологи, они могут, значит, сказать вам, как действовать. Вот. Эта ошибка не могут сказать психологи, как вам действовать, потому что не могут психологи давать советы и говорить, как нужно поступать. Это вообще неправильно. Но самое главное заключается в том, что, как правило, когда человек спрашивает совет, он уже заранее, что называется, знает этот ответ. Он просто ищет подтверждение. Таким образом, получается, что вы ищите, как бы ищите, ну, подтверждение того, что вы хотите. А если вы слышите не то, что вы хотите, то вы, соответственно, от этого отказываетесь. Вы говорите, нет, нет, не подходит, нет, нет, не нужно. Вот. Почему? Потому что, ну, спрашивать, как поступить у энного количества людей, да, то есть, ну, вот, не один человек, отвечает вам, как бы, как поступить, не один человек, а несколько человек. Вот. По-моему, 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 10 или 11. Вот. И все эти люди будут говорить вам, как поступить. И либо вы здесь увидите какие-то постарающиеся советы, которые вы, ну, с которыми вы согласитесь или нет. И, как бы, опять же, это мнение большинства не означает, что оно подходит вам. Это первый момент. Либо вы окажетесь в ситуации, при которой вообще все будут говорить какие-то разные вещи и вам не будет понятно из чего выбирать вообще. Вот. И это тоже очень-очень-очень такая себе история. В смысле, что, ну, по сути, да, еще больше, например, запутаетесь, еще больше не будете знать, что вам делать и так далее. Вот. Понимаете, да? Вот. Либо вы просто увидите какую-то одну рекомендацию, которая вам понравится эта рекомендация и вы скажете, окей, вот это все. Это моя, как бы, ну, моя тема, моя история. Ну, вот. И будете, в общем и целом, ну, как-то вот в этом направлении уже двигаться. Вот. То есть, опять же, когда возникнет, когда возникнет похожая ситуация, то есть, когда вы столкнетесь с похожей ситуацией, вот. И опять придете за помощью. И снова вы не будете самостоятельно принимать решения. И снова вы, получается, не будете готовы за них платить, как делает взрослый человек. То есть, я принимаю какое-то решение, я не соответственно за его последствия. В вашем случае этого не происходит. Вот. То есть, очень часто, особенно вот в таком, ну, в такой форме, люди просто советуют именно потому, что не хотят расплачивать за свои какие-то действия, не хотят платить цены за них, а за любые действия мы платим цену. И пытаюсь найти лучший вариант, который, ну, вот, позволяет эту цену минимизировать. А такой цены нет. И последнее, что я, пожалуй, хотел бы сказать, это то, что, когда вы говорите, что прошел, так, прошел месяц, продолжаем жить вместе, он ведет себя как будто так, как будто бы ничего не произошло. Вот. У меня есть здесь ощущение, что вы мужчине делегировали то, как будет развиваться ваша жизнь. Просто взяли и делегировали мужчине принятие решения. Вот. То есть, понимаете, когда вы говорите, продолжаем жить вместе, ведь это вы продолжаете жить вместе. Я думаю, что было бы, было бы честнее, честнее сказать, что я продолжаю жить с ним вместе. Я продолжаю это делать. Понимаете, да? Вот. А не мы продолжаем. Это вот, на мой взгляд, не совсем корректно здесь. Вот. Попробуйте сказать, я продолжаю жить с ним вместе. Вот. И вы увидите, как обстоят дела. Многие вещи, многие моменты, где вы используете мы, попробуйте заменить на я. Вот. И все. И очень многое вам станет понятно. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.